Святый, хотя с нашим Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, досветится имя Твое, да прилицарствует Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущий, да шамдес, и остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем должником нашим, и ливи нас во искушение, но избави нас от рукава Бога. И вот Твое есть, царство, силы и славы вовеки. Аминь. Слава Суе Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки веково. Аминь. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Это молитва на три поклона. Вам надо только подражать. Кланяйся, где я кланяюсь. Стоят, не кланяются. За молитвом с чистой Тиматери всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божья милостью будь негрешен. Создав мне, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня, грешен, и помилуй меня. Вот я хотел сказать вам сразу. Предварительные меры всегда принимаются. Очень важно в этом вопросе открытым окром смотреть на все. Вот сегодня утром я пришел, я знаю, ты собаками занимаешься, я говорю, а где рыжая? Я пошел по комнатам, туда-сюда, везде, нигде нет рыжей кошки. А если она там где-то прошла, она далеко ходит там, и она выскочит, две собаки, сразу погибла кошка. Огромные собаки, две вот это, тигры. Она там ни дерева, ни дерева, ни... она обречена. Ладно, естественно, в древесхер здесь вот, а то вот как в прошлом году я все лезу с ней мучился, уколы, и лекарства тратил, и все равно кошки нету. То есть, смотри, а ее там не было, так же нельзя дурацки жить-то. Ты слышал такой Карацупа, кто такой? Кто? Да. Даже не знаешь, вот понимаешь, мне как-то даже страшно делать, вы ничего не знаете? Весь мир знает, а я не знаю, живу в России. Солдат, дрессировщик. А? На войне солдат. Не на войне, на границе. На границе. Зайдите, сегодня же в географию ознакомьтесь с его. Музей Карацупы специальный. Про него писали в пионерской правде, когда я был маленький, и мне приходилось считать. А теперь подробности. Какие у него были собаки, тебя это должно заинтересовать. Он за гранией все обдумывал. Поэтому большего числа задержанных через границу не было, как у него. А теперь все стоит, на кухне торчит, как стол. На кухне, чтобы я вас не видел никогда, это только помощь какая-то нужна. Грейтесь вон бегом. Грелись бегом, мылись снегом. Василия Теркина, считать чаще Твардовского. Александра Трифоновича надо. Ну ничего не знает. Еще к концу не знаю, ты полжизни потерял. Сегодня же, чтобы это узнали, и удивились, и Бога прославили, что такие люди бывали. У него собака дома где-то, а у него срочно надо, он не как. По телефону, собаке телефон приставляли, она по телефону бежала. К нему. И он однажды, у него не нюх был, как у собаки. А простой мой, обыкновенный мужик. И как он вышел, там полковник стал и прочее. Он запах, какой же это запах? Еще тут запах какой-то, на границе. И он подумал, это телефонные провода порезанные когда. И он тогда понял, телефонные провода там идут, собака у меня здесь. И он тогда в обходном путем туда и как раз захватил, когда мне режут провода. Понял, что он заранее, на десятки раз просчитывал. И когда они только думали идти, он уже там их ждал. Вот как. А они как переходили. Лапа отрезанная медведя, будто бы медведь перешел через границу. Прошел там 200 метров. Он видит, оправился у него с собой кал медвежий. И он почти дымится, он пощупал. Теплый. Значит, медведь недавно прошел. А дальше вдруг они превращаются в окноринные сапоги. Теперь он прет за ним. Он не доверял этому. То есть он знал, что он может с собой принести и в целопанщики положить. Медведь отправился. Он сделал все, чтобы подумали на медведя. Карасупа. Сейчас так и поедим на рыбалку. И берете, чтобы уткнулись в карасупу. И тогда вам будет интересно это слышать. Нельзя так жить, все время по уголькам ходить. Одно время я вот здесь, в Барнауле. 58 проспект строителей. Я работал, приняли сторожем. Потом меня поставили старшим сторожем. А попутно потом начальник поставил меня по пожарной безопасности. Ну и правила, какие я должен соблюдать. Огнетушители каждый год перезаряжаются. Они там считаются, как они заряжены. И смотреть, чтобы никто на территории не курил. Никто. Ты слышишь? Никто. А начальник просто самодур. Иван Пантелеевич. Он идет и курит. А рядом с ним Рыжков Михаил Федорович. Это инженер. Я выскочил из своей сторожки. Подбегает. Иван Пантелеевич. Это Пантелеевич. Курить нельзя. Как нельзя? Везде надписи нельзя. Я начальник. Я сказал нельзя. Вы меня проинструктировали. А этот инженер говорит. Иван Пантелеевич, он прав. Мы же сами ему все подсказали. На вас глядя другие будут. Потушил он. У меня уже смотрит он. Понятно? Ты должен пострадать. А по-другому никак нельзя. Я должен. Вот один из примеров. Секретарь подходит мне и говорит. Алла. Игнатий Тихонович. Сделайте вторую дверь. Двойная что было. Я говорю. А зачем? Он матерится по телефону. Я говорю. Слышу и сижу все это дело. Я пришел. Давай замерять. Что такое? Я говорю. Двойную дверь, верно. Делаем от ваших матерков. Вы мне указывать будете? Зачем указывать? У меня просят. Я делаю. Я-то думаю. Думаю нет. Надо дальше. Я подошел к главному бухгалтеру. Там назвал Нина Матвеевна. Почему вы молчите? Что вы? Он премиальных лишит сразу. Я пошел к главному инженеру. Я пришел к Михаилу Петровичу. Почему вы молчите? Если он матерится при женщинах. Знаете, я машину ремонтирую. У меня здесь теплое место следует. Он меня выгонит сразу на улицу. Я пошел к главному инженеру. Что вы? Он с работы снимет. Я подумал. У меня ни машины нет. Ничего нет. У меня на роду написано вмешиваться-то. Я пришел ему и сказал. Ван Пантелеевич. Все жалуются. Вы материтесь. Как он поднялся. Я говорю. Такой стиль работы. Партия давно осудила. И сразу поехал в управление. В управление поехал. И написал в письменном виде. Так. И так. Помогите устроить. Чтобы у нас не было конфликта. Вот интересно. Советская власть была. В чем-то как. В этом месте они реагировали. Они смотрели. Притом сразу. Было же доброе. Не надо так. Что вся советская власть. Она до чего-то была. Эта власть. Прям прошло немного времени. За часа три меня вызывают. Начальник приехал оттуда. К нему в кабинет. И мой Ван Пантелеевич Мироненко. Фамилия. Сидит тихонький такой. Так. Ван Пантелеевич. Вот жалобы скажите. Это действительно так? Да спрашиваю. Действительно ли так? Он уже более грозно говорит. Да так. Мы коммунисты. Должны же понимать. Партор приехал. Что это не должно быть. Так. Что больше этого не было. У вас если что-то запечатывает. И охота. Тогда езжайте в свой сад. У вас дальше есть. Есть. И там материтесь. Я говорю. У вас тогда вместо яблок вырастет то, чем вы материтесь. Половые органы будут расти. Но у меня с ним отношения. В дребезги я же здесь есть. Но мне это не надо. Материться перестал. А отношения-то плохие. Мне надо выправить. Я на этом не могу остановиться. Я гляжу у него подметка откосила от подошвы-то. Ага. Я срочно подготовил другую обувь. Пришел к нему и говорю. Он подойдет еще раздуйтесь. Как так? Он уже. Я говорю. Я принес обувь. Наденьте. Никто не будет знать под столом. Валенки принес ему летом. А я сейчас починю. У меня с собой весь инструмент. Все. Я тушу сразу раз. И уже принес ему. И наши отношения сразу наладились. Будешь ты это делать? Это один эпизод из моей жизни. А вы хвалитесь. Я хвалюсь моим Господом. Еще тут особенного не было. Это один из примеров. Таких у меня их очень много. Вот заходит. Там был у нас Костенко Иван. Ну любит выпить. Заходит. Вот мне деньги взаймы дайте. Я отдам с получки. А у меня посмотрел на производство. 32 должника. А я сторож обыкновенный. Минимальная зарплата. Но я ремонтирую. Везде работаю. На даче с дочкой. Дальше начальником строя. У меня деньги всегда есть. Десятина конечно. Регулярно не одна. Девять десяти не плачу. Девять. И деньги есть. Он прошел ко всем этим. За складами. Никто не дал. Нет денег. Ни у кого нет. Я говорю. Есть деньги. Просто они не хотят вам дать. Да нет. Сказали нет. Идет Люба Жданова. Я говорю. Люба зайди-ка сюда. Она такая приятная женщина. Чем-то напоминает Ирину Андрееву. Такая. Заходит с улыбкой сюда. И муж ее Жданов такой прям. Заодно мне все расскажет, что начальник там это. Мне приятно, что он меня заменить может. Я его могу заменить. Шопер возит начальника. Я говорю. Люба, деньги есть? А сколько вам надо? Я говорю. Больше не надо ничего. Ты слышал какой ответ? Сколько надо? Она получает. Допустим. Я получаю 72 рубля. Она получает 150. Но я попрошу ей 200. Она не может дать. Но она сейчас же побежит по другим. Она наберет и мне даст. Я прошу четко и определенно. На 8 часов. Через 8 часов я возвращаю рубль в рубль. Ты понял, Ваня? Ступай. Ты в прошлый раз мне вовремя не отдал. Я даю. Деньги ушли туда стрелка. Обратно, обратно. Если долго не отдавать, больше я ему никогда не дам. Но 32 человека в долг. А ты должен. Я за всю жизнь ни рубля никому ни разу не был должен. Одинаковый рост наш с тобой. Все. В чем дело? Ты, программы у тебя нету. Вот сейчас. Тебе не надо расспрашивать. Если я тебе сказал, ты уже сделай сначала, а потом будешь думать, дойдешь. Володя сейчас мне... Вот, смотри. Кружка. И картошку он сварил. Видно, что я не знаю, видно будет или нет. Свежее, хорошее, свитое. Дно, видать. Видно? Посмотри. Видно? Можно показать? Ты, Владимир, почему мне сказал, а картошка, вот, это, вода с картошки вареная. Почему ты мне это сказал? Ну, потому что вам нравится это? Нравится. Я ему сказал. Как тебе отчество-то? Викторович. А, Викторович? Виталий Викторович. Вот какое дело. Ты сразу, а я не хочу бросить дурить. Это для бронхи, укрепления бронхи. На кухне тебе торчать не надо будет. Внутри-то прогревается. Копейки не стоит. И раньше было, если бы простыл, я, никто не знал там температуру. Простыл. Это было слово, я слышал. Мать варит, воду сливает, чугун. И ты над чугуном сопли распускаешься теперь. Ну, с собой только утирается. Накрываешься какими-то одеялами. Это одно из самых лучших средств. Притом никакой химии, никаких уколов. Ты это слышал, нет? Нет, делали. Ну, ты слышал? Делал так. А это? Вот оно и есть. Так что никогда не спрашивай. Надо всегда заранее предупреждать. Я пожарный. Я ходил и смотрел, какие где нарушения, где сварка идет. Как, почему? Предупредить. Это намного дешевле, чем тушить. Я вот в Америке ездил, очень много ездил. Тысячи километров на машине. Специально я сижу шоферу, теперь митрополитом. Никита Арктистович, кажется, Орлов. Антоний теперь, митрополит Антоний, за рубежной церкви. Вот. Я вспоминаю не случайно это все. Потому что заранее надо знать, как это будет выглядеть. И вот мы где-то с ним ездили, что... И он все везде просчитывает. Умница такой. Патриот. Настоящий, стопроцентный патриот России. Но по-своему. Он меня... Я когда сказал, что нельзя там воевать, как нельзя. А вы слышали, Сергей Радонежский как благословил? А все Сергей Радонежский. Я говорю, да. А по-вашему как? С Чингисхантом, Баты, Мамгай. Они что, хуже, чем коммунисты? Я говорю, нет, коммунисты в тысячи раз хуже. Поэтому разговаривать не надо. Надо учить людей, на танки садить и добить их. Предупредительные меры. Так вот, где бы ты ни был, ты заранее думал, я скажу так, последствия Тахиева на ответе так, а я не стерплю так. Так все, вдребезли. Ты вышел на тропу войны. Вот это предохранительные заранее меры мы должны заранее. Даже вот здесь живем мы сколько? Утром рыжую, я сказал, вот она лежит. Не выводить собак, пока ты ее не запрешь. Чтобы ее не решиться. Почему? Да когда она... Ну сразу ее нету. Я говорю, если ее раздерут, то это один вопрос. Вот она закричала, она у нее, собака, отпускала, играла, ходила в волейбол. Она прибежала сюда и мою белую собаку. Она сразу ее пропустила. Она дикая собака. У них только нарты. Ее нельзя не учить, ничего нету. Их на выставке, чтобы она там задержали, она не может это делать. Ей в природе нет этого. В нарты будет 12-9. Вот тут они мчатся как надо. Весна наступает, хозяин дверь закрыл. Все, надо до самых снегов. И она ходит где-то по тундре, сама питается. Кролика там, какого, горностая или кого задушит. Кошек. Мы должны забрать и все... Я не люблю ходить по уголькам. Вот это было. А мы заранее знали. Вот ставим бардушку. Так, я смотрю, спрятать вот это. Это надо, чтобы не видно было. Это так. Так никого здесь нету. Я никого не вижу, надо же сказать. Вот так вот. Я в данный момент, я никого не вижу. А за мной, может, наблюдает не один человек. Я ушел, он уже там сидит. Я ухожу теперь. Как положить ключ? Где? Предохранительные меры. Где что хранить? Вот сейчас показывают по телевизору. Это... Ну, ролики стоят. Профессиональные щипачи. Это карманники. Как он ходит, обнимает, там и что в это время уже. А зрители хохочут, он показывает, то другое. На дурака играет. У меня за всю жизнь ни рубля, ни один щипач не мог вытащить. Ни один. А я ездил по всей стране. В то время бесплатный билет. Мостопоезд 140. В один конец, а там мы начинали куда? Допустим, мне надо в Ленинград. Так мы ехали как через Фрунзе. Там дальше Азербайджан. Это одна страна была. Болдавия, Украина. Это в один конец называлось. И они шли навстречу. А обратно тогда мы другим маршрутом. Бесплатно я работаю. Работаю. На железной дороге. Я заранее должен был просчитывать. А где деньги хранить? Научить? В первую очередь надо ходить в сапогах. В сапоги ни один щипачка мне не залезет. Когда они у меня не такие же вот эти коротыши. Сапоги вот под колено. Он туда никак не залезет. Поэтому жарко, не жарко, я надеваю трико. И у трико, которое с обратной стороны узенькие кармашки пришивают в этом месте. И туда, сюда. Теперь они в основном щиплют. Когда садятся в пояс. Он ватарин и дали. Скорее сам по карману. Сапоги он никогда не залезет. А если я ложусь спать, никто и не знает. У меня носки здесь натянуты. С собой всегда беру одеяло. С плютом на средней полке. Все. Никогда и никто. Если я говорю, а вы карман напрасно не держите. А если он украдет, он толкнет вас или как. У меня один такой есть. Я ловлю за руку. Я говорю, я еду в бауделье покупать. У меня больше денег нет. А ты? Зачем тебе это? Ты уже взял сонку. Я имел 30 кошельков валяется возле работы. Он пришел и на тебя очень похожи. Похожи. И вот она сидела в сорок. И уже теперь, как называется она, не на химии, а такое еще время. Не расконвайировано, но участковый отдел милиции. А я в это время, там арбузы воруют рядом, линия железнодорожная. Вторая строительная 62. Я с собаками этих задержал. А движу я делал милиции, не смотрят. Я зашел и стал с ними. Говорит, вы что делаете? Почему вы не смотрите? Поезда грабят. Да это арбузы. Да арбузы-то идут когда-то сюда. Там люди как трудятся на поле там. А он говорит, я сижу в это время. Он плакаты им там рисовал, медицейские там. Я сжался весь. Говорит, вот это да, с милицией так разговаривает. Я говорю, вон КГБ, у тебя работают. Компетентные органы называются. Они все знают. А мы рядом. Вот все, 200 метров даже нет. И мы с ним познакомились. Алексей Матюшин. Очень похож на тебя. Я тебе покажу. Могу вывести на него. Понятно? И он принял крещение, обратился. Крещение. Я у него у сына даже крестом стал. Но проходит какое-то время, что-то где-то, товарищи узнали. И его стали преследовать. Товарищи. И у меня большие палати были, я его на палатах там держал. А они знали, что здесь. А потом тайно я его переправил в Казахстан. Но там остался. Иконописец. Иконы все пишут. Я говорю, ты как идолопоклонник настоящий. И он сейчас не стал писать. Иконы. Я говорю, ну ни одна не написана. Можно или нет? И спрашивает. Все время. Мои даже есть ролики, с ним стоят. Предупредительные меры должны быть. Заранее. Они его не нашли. Еще неизвестно, что. Я заранее это приведел. Сразу же его спрятал. А они через день уже пришли. Я тебе говорю. Ты вот это что, у тебя состояние какое-то там. С долгами. Ты должен его заранее предвидеть. Самое радикальное такое, чтобы не платить алименты. Не быть зависимо от жены. Чтобы она в суд не подавала. Не живите. Хорошо все. Оставайся, как я. Твое удовольствие продолжалось на не более пяти минут. Мучиться будешь ты минимум шестнадцать лет. Все. И воспоминаний там никаких нет. Там ничего нет. Зачем? Мир переполнен. Столько людей не может прокормить земля уже. Все. Семьдесят тысяч ежедневно. Ежедневно. Семьдесят тысяч умирает от голода и недоедания. Статистика. Сейчас больше. Ведь для детей ты и не думал. У тебя другое было. Куда пристроить, говорит, шило? Зачем тебе это нужно? Если смеешься. Плакать надо. То учись. Выпроси у Бога. Плачь. Серьезное отношение к жизни. Заранее. Пока суд Божий не настал. Заранее. Это предварительное действие. Предвосхитить эти события. А как вы знали? Не знал. Но я знал, что существуют такие варианты. Вот мы едем по мосту. Где бы мы ни ехали. А таких мостов у нас было очень-очень много. Ну, через весь Советский Союз загранисты. Так, к реке подъезжаемся. Отстегнули стер. Серьезный ремень. Все. Ну, висит, а уже не пристегнуто. Собаку отстегнули. Дверь немножко приоткрыл. Все. А для чего? Падают машины. Иногда бывает. А не сам. Его столкнули, там, доволнули через парапеты. И все. Открыто. То есть предвосхищать. А когда уже все случилось, все. Ничего нет. Парень один начал кривляться на мосту. В одна улица. Ну и хлопался. А другой немного думая за ним. Все. Вытащили. Везут два трупа. Два. А вы бы бросились. А зачем? Благодарение Богу. На одного алкаша меньше стало. И не сказ. Я подумал бы так. Ты заранее подумай. А как я в этой обстановке поступлю? А вот этот человек сейчас ко мне пристает. А как я буду с этим быдлом отговаривать? Что будет? Я буду такие тебе истории рассказывать. Что ты только будешь думать. Я книжку считаю какую-то. Вот я на работе стою. Рядом дорога. Проходят люди. Я на как бы с главной дороги. Со спектра строителей. На которой строители еще не взяли дорогу. Парень подошел, подошел. Здравствуйте. А вы меня не знаете? Да нет. Не знаю. А вы нас помните задержали тогда моего. Грабили поезд. Мы там ковры вытащили, холодильники. А вы заставили нас. И мы все обратно затащили. И вы с нас взяли слово, что не придете. А вас допрашивали линейное дело. И вы не сказали. Мы это все помним. И недавно моего товарища зарезали. Зарезали. И он сейчас приходит ко мне вечером в окно. И говорит, зовет меня опять. На мещение дела похожи. Я говорю, да ты умер. Мы похоронили тебя. Он маящик. Не говорит. Я знаю, что это не он. Я ничего не могу сделать. Я с ума схожу. Он увидел меня и сразу подошел. Я говорю, как звать? Виталий. Хорошо. Значит, первое, что? Ты куришь? Брось курить. Выпиваешь? Иногда. В рот не бери. На трезвую голову я буду разговаривать. Обещаешь? Ну, я не знаю. Ну, тогда иди домой. Нет, не буду больше. Так, сейчас идешь домой. И ни разу до дома не обрадывайся. Я тебе научу молиться. Господи помилуй. Запомнишь? Святой молитвой иди. А если он появится, ты вот так вот перекрылся. Вести его. И скажи, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Душа готова. Только он ушел, другой подходит. Начинает тоже кривляться. Курица стоит и все. Пойдем, выпьем. Бутылка в руках. Я вам о Боге стал говорить. Он папиросу бросил. Вытащил, папиросу прорвал. А эта бутылка водки у него. Он там об бетонной пасы накудавил. Она разлетелась и все. Потом встречается совершенно другой человек. Люди сами идут. Это не мое. Это Бог делает так. И человек делается верующим. С одной беседы. А ты, как? Ну, конечно, ты должен на мудном уровне быть. Чтобы у тебя был страх. А какой страх? Ну, тебя сказал суд Божий. У меня на дороге был. На дороге, говорю, на работе. Маленькая белая собачка Беляк. Коберечка Беленький такой. А напротив прямо здесь собаководство. Там, которое собаки дежурит на поездах. Подсаживают. Склады охраняют где-то. И они их выводят. Здорово это. Ну, он выводит его. В наборниках, правда. А он выскочит и занялает. Ну, он его надоел. Он взял на собаку-то свою. Отпустил. А у нас-то привезли только что Большие березовые там стутунки. Ну, деревья лежали. А он выскочил в подвороте. И за собаку. А тот взял и отпустил свой там намордник. И догнал его. Он не успел. И мордой откнул этим. Намордником-то его. Я никогда такого не видел. В одну секунду. Все, что у него в животе было. Как будто поставили вибратор. И, как говорится, красной свеклой намазали. И он как только проскочил под низ-то. А тот его еще успел догнуть. Можно это к воротам. Вот под ворота-то. И он как повернулся. Вот так как из него хлыстнуло на эти дрова, которые привезли. Как из бронспойта. А ходил он совершенно нормальный собак. Вот такой у тебя страх когда будет. Чтобы из тебя все вылетело. Вся дуря эта собачья. Чтобы ты не хохотал. А выпросил у Бога молитву. И слезы знаешь как. Я только что недавно обратился. Но меня уже вези приглашают. И вот в одном месте собрались. Там баптисты. Пейдесятники. Другие. И собрались. Сказали по торжеству. У них какой-то брат приезжает. И они сумели достать Библию. Библия каноническая только. Небольшого размера была. Там желтая такая. Но это тогда нельзя было достать. И я сижу. И вот тот не пришел брат. И они между собой братья пошептались. И один встал и говорит. Мы решили вот этому новому братику нашему. Мне. Подарить эту Библию. Рассказ не пришел. Не пришел. Не приехал значит. И со мной что было я не знаю. Мне Библию. Когда у меня Евангелие от Иоанна. Я уже не могу. Я его переписываю. И переписываю. Все посылаю там. Мне Библию. Я в коридор вышел. А где он меня спрашивает. Я говорю. Это что-то он там стоит. Я в одежу упнулся. И весь вечер стоял. Плакал и плакал. Бог меня сразу посетил. Я получил дар. И когда я молюсь. Вот так бывают слезы. У меня обвезвожение организма может быть. Сейчас другой. Говорит. Игнатий. И часами может в церковной ограде стоять на коленях и плакать. Почему вы не проповедуете. Это дар. Ты выпросил у Бога дар-то. А ты все хихихихаха. Это ничего и нету там. Ты восхити. Пока суда Божия нету. Пока не умер. Этими слезами потуши огонь. Огонь блуда. Огонь гнева. Огонь небрежения. Все сейчас сатана сжигает человека. Я выпросил у Бога этот дар. Ты меня понял? Предвосхити события пока не случилось. Пока не ушел туда. Садимся за стол. Бери. Кричи и бровь. А ты попроси Сергея у него. Курочку себе. Главное, что у нас повар для Володики. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Посмотри, что там есть. Володя уже знает, что я собра этой кошке буду давать рыбку. Вот приносит и ставит. О, и молит. Так, хлеб мне распечатывать или там есть?